Новые модели уже были меньше похожи на людей. Там у них уже пальцы, руки, все было другое. Или наоборот новые. Какие-то модели подходили для этого, какие-то не подходили. Вот сейчас трудно даже... Вот и мне так кажется. А дальние... Да, там нужно вытащить. И вот это было очень ценно на те, кто уже на этот был настроен. У кого уже шлюзы были все убраны, у кого уже поток сознания шел полностью, чистый шел уже поток. И можно было... Я вот помню вот это вот раздвигать. И так... Там, знаешь, условно говоря, 12 потоков, да, а было открыто только 4. Ну вот условно говоря, да. И нужно было вот эти вот вытаскивать, вытаскивать, вытаскивать. Нужно было... Нужно было знать, да, строение мозга, вот это вот шестеренки, как на какие настроено, что именно убирать, где это все нужно было убирать. не совсем поняла, что люди сами соглашены. Да, должны были позволить. Потому что просто это было... Ну, у него сила бешеная, это же робот, и его не заломаешь, чтобы лезть ему в голову. Нет, это было не на уровне таблеток. Некоторые люди, они как считывались немножко другие. У них просто... Даже на том уровне, где вот 4 шлюза было открыто, и то как-то расширено, они как пользовались этим. Знаешь, некоторые люди, ну, у них вообще было, как бы это объяснить, закрыто восприятие, но некоторые как... Вот пытались хотя бы в этом плане работать, чтобы чуть-чуть себе расширить. А остальные просто жили вот этим. Как-то заинтересовать, я уже не могу сейчас сказать точно, как вывести на какую-то тропу. Знаешь, как какая-то считалочка. Вот если человек думает, если ответит, условно человек, значит, дальше уже с ним заводить разговор. Но это было очень опасно, вести такие разговоры, потому что вот эти вот полицейские, которые, я говорю, они там шныряли повсюду. Они как треугольные такие, да, и слушали, и шныряли повсюду. Там не было таких подслушивающих устройств, как у нас вот шпионской, потому что там электроники не было. Там все полностью как механика какая-то была. Но, тем не менее, было очень опасно. Это, ну, вот сразу переплавка, сразу моментами. Многих там словили и сделали, отправили на переплавку. Прикольные. Они сами уже, ну, меньше и меньше. Чем дальше время проходило, да, тем меньше и меньше на людей были. Плечи убирали, плечевых вот этих не было, как просто из какого-то, ну, условно, да, из цилиндра просто росли манипуляторы, да. Да, 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 чтобы меньше всего было на людей похоже. Это было как дурной тон на человека быть похожим. Да. Не выбирали, не было такого, что таблетку какую-то. Было просто вот как я, да, я поняла, на уровне каких-то разговоров всего лишь. Это нужно было очень тяжело, это было опасно, потому что нужно было, во-первых, они все были, ну, довольно примитивны, скажем так, пока им мозги не расширишь. И, ну, добиться, чтобы, да, заинтересовать, чтобы позволили залезть в черепную коробку и расширить, там, поубирать. Если уже убрать хотя бы часть, тогда уже, ну, человека просыпалось, что больше, больше, больше хочет, хочет знать. А вначале вот это трудно было. И поэтому это было, ну, как и закрыто, и очень мало тех было. Это нужно было там, ну, постоянно, рискованно очень было. Потому что желающих было очень мало. До них донести саму вот, что это такое. Картинки вот эти, что я говорю, показывать, что раньше мы выглядели вот так. там, ну, химическое какое-то оружие, там вся органика полностью, там не было ничего. Еле что-то, да, я не знаю, что роботы могут есть. Зачем им вообще такое, как есть? Я вообще не помню ничего из какой-то продукции. До определенного времени все были вместе, как 10-12 человек. А потом в какой-то день, когда нужно было идти, уже всем впечатление, что... Ну вот схватили. У меня впечатление, что меня уже схватили и переплавили. Как трое или четверо человек, которых схватили и переплавили. Или должны были переплавить, но скорее уже переплавили. А вы, вот остальные, у вас там было 16, условно, человек. Нас вот четырех схватили, вот условно трое или четверо, трое, я четвертая. Нас схватили на переплавку, а вы могли нас спасти. Но вот когда собрались, никого не было, и ты один пошёл. И ты понял, что ты один нас не отобьёшь, но шансов нет. И ты пошёл вот в другие двери. И вот там, понимаешь, нас трое или четверо, нас четверо, нас готовят к переплавке. Это не то, что там прощание какое-то, вот просто технический какой-то процесс. Вот процесс, условно говоря, пока там что-то разогреется, чаны какие-то, что-то. Температура дойдёт до нужной, и нас туда бросят на переплавку. А вы должны были нас отбить, там немного. Это какое-то техническое сооружение, там условно 8-10 этих, которые с нами, полицейских или кто-то, кто нас туда проводил. И если бы вас пришла там группа больше 10, ну мы бы смогли как-то попытаться хотя бы отбиться. Но когда время идти, и время вот, чтобы нас отбивать, никого нет, ты один. А вот 10 человек где делось, непонятно где делось. И ты от того, что ты сам не смог бы с этим всем справиться, много там было, ты нас отбить не мог. А просто вот реально единственный выход, чтобы это всё взорвалось. Вот пошёл прямиком туда, где вот это вот, ну, двери большие, и там всё взорвал. Не своей мозги ты даже поджёг. Ты вот этот весь портал, связь с этим коном. Да, да, да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok